приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала коллеги сегодня речь пойдет о расходе сварочных газов всяких разных смесей углекислоты какой нужен редуктор я хочу перед начнем перед тем как мы начнем скажу пару слов вот обратите внимание здесь стоит сварочный полуавтомат компании птк мы недавно снимали на него обзор кто не видел я вот здесь дам подсказочку посмотрите обязательно очень такой достойный получился обзор и сам аппарат не очень понравился очень хорошо он варит и я попросил компанию птк прислать не редуктор для сварочных смесей понимаете они могли этого не делать но они взяли и положили мне в посылку просто без всяких условий про аппарат понятно я снимаю обзор аппарат остается мне в качестве оплаты за этот обзор да а вот редуктор они просто взяли и положили без всяких условий и вот многие там коллеги начинают писать какое видео не посмотрю реклама и реклама реклама и реклама но скажите я вот этот редуктор попросил специально для вас чтобы снять видео о расходе сварочных смесей это реклама или нет не знаю с другой стороны конечно реклама компания птк ее видно вот как оценить парни пишите что вы думаете об этом в комментариях тут уже речь идет знаете о чем что достаю пачку электродов достаю электрод можно написать реклама электродов но сварочный канал никак не получится без без электродов понимаете ну в общем давайте парни теперь говорим о расходе сварочных газов все хочу начать от чего вообще зависит какой будет расход сварочного газа это зависит может зависеть от множества факторов от множества во первых смотря какая сварка у нас может быть тиг сварка может быть миг сварка да это тоже разные виды сварки и вот если допустим использовать тиг сварку вольфрамовым электродом среди аргона то если у нас ток будет примеру 100 ампер стоять до расход газа у нас будет прям приблизительно 6 литров в минуту если будет увеличен ток до 300 ампер и расход газа увеличится уже до 10 литров в минуту это зависит от множества факторов работаем в помещении если сквозняки открывая кто-нибудь или закрывает ворота понимаете я вот в одном цех цеху работал полуавтомата мы варили вот недалеко от меня ворота и целый день они открывают закрывают открывают закрывать машина приходит ворота открыли пока она заедет пока она загрузится выгрузится постоянно эти сквозняки и приходится добавлять парни мы сейчас возьмем баллон сюда прям поставим подключим редуктор подключим полуавтомат и прям вам на примере покажем как это настрой настроить конкретный расход газа под под конкретные задачи да но существует формула ее может любой найти без труда в интернете особенно касается это новичков потому что много раз я видел комментариях задавали вопрос как настроить расход газа сколько должен быть расход газа смотрите есть формула если мы к примеру работаем полуавтоматом тут уже отталкиваемся от диаметра сварочной проволок если у нас проволока диаметром 1 миллиметр то приблизительный расход газа будет 9 литров в минуту если у нас проволока 1 и 2 миллиметра то это уже 12 литров в минуту и так по возрастающей если 16 18 литров 2 миллиметра проволока 20 литров в минуту но опять же повторюсь это все приблизительно надо оценивать конкретные условия труда конкретные где вы работаете есть сквозняки нет сквозняков открывают двери или не открывают двери понимаете может даже некоторые ребята даже на улице работать когда спокойная погода без безветренная работают на улице полуавтоматом но опять же на улице всегда надо добавить добавить давление газа почему потому что вот ветра нет полный штиль да на улице но бывает небольшой порыв раз а в это время мы варим смесь газовую сдула пошли поры опоры сами понимаете берем болгарку защищаем еще стоит такой вопрос какой купить редуктор да я вам рекомендую всем покупать редуктор с ротаметром вот так он выглядит вот сюда прикручивается ротаметр вот так коллеги есть еще редуктора где два таких манометра вот этот манометр показывает показывает какое давление в баллоне со смесью или с углекислотой здесь еще бывает становится второй манометр без ротаметра а второй манометр уже показывает давление которое идет на горелку и таким редуктором крайне сложно крайне сложно настроить расход газа с ротаметром это гораздо проще делается так как здесь уже конкретная конкретно на шкале нанесен расход литров газа в минуту понимаете и мы вот этим регулятором регулируем точно выставляем сколько литров у нас будет расходоваться газа в минуту понимаете таким манометром очень сложно я настрою с манометром я уже привык но тем не менее я вам рекомендую покупать вот такой какой еще плюс есть у этого конкретного этого редуктора у этого редуктора видите есть еще кабель с вилочкой видите да обычная вилка на 220 вольт втыкаем в розетку и идет автоматический подогрев газа так как если работать углекислотой особенно в зимнее время если у нас много сварки сами знаете редуктор начнет обмерзать покрываться и ним там вот такие вот просто наросты получаются чтобы этого избежать включаем подогрев он уже встроенный прям в редуктор все редуктор начинает подогревать и никакого оборожения нет сварочная смесь если там аргон с углекислотой перемешку там менее подвержена замерзание углекислота моментально замерзает даже в летний период даже когда на улице плюс 20 редуктор с углекислотой замерзает моментально существует еще подогреватели отдельные отдельные но это не очень удобно потому что сначала вот этот модуль с подогревом прикручивается к баллону а потом к этому модулю уже прикручивается сам редуктор это получается ну такая вот на баллоне вот такая вот куча скруток это не очень удобно а вот так вот когда встроенный в редуктор это очень хорошо так ну давайте сейчас парни прикрутим поставим баллон я вам покажу как настроить редуктор погнали вот смотрите мои дорогие коллеги видите мы собрали все в сборе у нас система значит что нам надо сделать чтобы отрегулировать редуктор нормальный расход газа нам чтобы чтобы у нас газ не улетал воздух значит смотрите конкретно мой редуктор у него есть вот такая гаечка вот если мы и откручиваем здесь есть вот такой регулятор под шестигранник хочу обратить ваше внимание что редукторы бывают разных производителей здесь бывает под под обычную плоскую отвертку бывает вот с таким воротком разные производители могут быть конкретно у меня под шестигранник значит что я делаю я откручиваю против часовой стрелки полностью то есть я полностью перекрыл подачу газа через редуктор понимаете когда отпускаю я тут пружина в нем стоит когда я отпускаю там клапан задавливается значит подача перекрывается открываем баллон полностью баллон желательно открывать полностью потому что отсюда бывает травит он там прижимается и травить перестает так значит смотрите дальше мы открываем открываем на всю ротаметр ротаметр открыли на всю включаем аппарат обратите внимание у меня сейчас проволоки нет но если у вас стоит проволока обязательно обязательно откиньте вот этот верхний прижимной ролик подача проволоки нам сейчас не нужна далее ставим сюда шестигранник и открываем значит ротаметр у нас открыт полностью обратите внимание редуктор у нас сейчас перекрыт давление в баллоне 5 атмосфер да получается 5 значит смотрите нажимаем кнопку на горелке тем самым открывает клап открывается клапан подачи газа и начинаем потихоньку задавливать редуктор вот видите обратите внимание на я начинаю задавливать шарик начнет подниматься видите шарик поднимается поднимается я рекомендую ставить ну где-то до 25 не больше все вот мы до 25 от нас до 25 литров в минуту подняли максимальный расход все теперь можно можно спокойно выключать аппарат закрывать баллон и закрывать вот этот регулятор все нам сюда лазить больше не надо тем самым мы выставили что у нас как бы мы не открыли бы вот этот ротаметр даже если случайно мы откроем на всю больше 25 литров литров в минуту у нас расхода не будет для чего мы это делаем как правило производители редукторов на заводе настраивают расход газа практически на всю здесь задавлен редуктор так что если открыть ротаметр полностью то шарик будет упираться вверх он даже не будет ни грамма опускаться это сильно большой расход газа и очень сложно настроить точные точные показатели если нам допустим надо 10 литров в минуту расход выставить это очень сложно сделать потому что малейшим поворотом шарик сразу улетает прям подверг понимаете все а так он мы настроили не больше 25 литров в минуту расход газа и все у нас будет четенько работать парни коллеги я что еще хочу сказать расход газа можно выставлять конечно по вот этой формуле зависит от ну отталкиваться от диаметра проволоки допустим если у вас проволочка 08 там ну литров 7-6 в минуту поставили и варим но всегда надо ориентироваться по конкретному местоположению вашей работы обращайте внимание если сквозняки нет если ветер нет понятие если полностью закрытое помещение ни одного сквознячка можно ставить расход газа минимальный но я хочу сказать из моего личного опыта вот я сейчас работаю на производстве на машиностроительном у нас там большие толщины металлов там от 10 миллиметров металл самый тонкий металл 8 миллиметров тоньше не бывает и максимальная толщина металла там 80 миллиметров у нас верхняя плита из хардокса 80 миллиметров толщина металла понимаете у нас токи 300 400 ампер вот такие средние токи рабочие полуавтомата мы всегда и я у себя на работе у меня там тоже ротаметр ну такой точно только у нас без редуктора у нас газ идет по по трубопроводу и на каждом посте на каждом посте у нас просто стоит ротаметр редуктора нет я у тратами там регулирую под подачу газа ко мне уже непосредственно на горелку и я хочу сказать я как только не выставлял ставил больше расход имеющий расход у меня всегда как я не выставлял идут поры понимаете вот большие токи скорость подачи проволоки очень большая у нас сквозняков там нет вообще никаких у нас полностью закрытый цех идут поры потому что ну не знаю не хватает газа у меня скорость подачи очень большая особенно когда такая разделка заливаешь там скорость сток побольше скорость побольше вот и я пришел к выводу я открываю на всю вот этот ротами то у меня шарик упирается вверх понимаете и вот только так у меня не идут поры но вот приходится жертвовать сварочной смесью в условиях моей работы это все равно выходит дешевле нежели у меня вот такой шов там метровый да да и он весь дырочку я заварил бывает под маской этого не видно что идут мелкие поры когда крупные поры их видно сразу а когда мелкие бывает под маской не видно маску поднимаешь и видишь весь шов вот так вот в дырочку и что делать приходится ставить зачистной круг и выбираешь этот шов это очень отнимает много времени много сил и я вам просто из моего опыта просто дешевле дешевле потратить больше газа нежели возиться с вычищанием вот этого металла понимаете хотя сейчас я даже не знаю сейчас газ сами знаете насколько вам подорожал и смесь сварочной аргон поэтому вот такие парни у нас дела сейчас даже не знаю что дешевле может дешевле болгаркой вычищать эти швы парни надеюсь я вам был полезен все рассказал ссылочку на вот этот редуктор я оставлю под видео очень хороший достойный редуктор компания птк кстати давайте я вам еще кое-что покажу хочу сказать пару слов про компанию птк парни у нее очень большой ассортимент вот именно всяких расходников для сварочных производств я сейчас на мою производство где я работаю купили ну просто ради интереса это вот самая маленькая 15 горелка у нас у меня на работе она раза в три больше плюс еще жидкое охлаждение там через горелку циркулирует потому что большие токи мы вот у них заказали их горелку попробовать не знаю как она себя поведет вот компания птк смотрите у них куча всего и стоит очень небольших денег вот защитный спрей без силикона ну сварочный спрей от брызг вот можно пшик пшикать можно в горелочку так раз залили и спокойно работаем варим также вот у них каналы вот этот канал это под миллиметровую 1.2 проволочку наконечники коллеги смотрите это под проволоку 06 наконечники сопла сопла для горелки видите упаковку упаковку взяли на год хватит точно вот ролики вот маркера размер размечать да маркер по металлу вот еще вот такие есть побольше маркеры есть вот такие магниты парни монтажные чем хороши эти магниты они хороши тем что здесь видите в зависимости от того как мы ставим этот магнит металл здесь здесь или здесь и здесь сразу указано под каким градусом у нас получается металлоконструкция видите очень удобно работать с такими магнитами то же самое здесь видите мы можем магнит поставить так можем так можем так и зависимости от того как мы ставим магнит у нас меняется градус нашей сборной металлоконструкции видите какие хорошие магниты все парни я вам рассказал про компанию птк это наши друзья друзья нашего канала очень хорошая компания реклама это или нет решайте сами но вот это все они мне прислали просто просто как понимаете вот я сделал обзор для ну на вот этот полуавтомат вот это все они мне просто положили без всяких условий то есть бесплатно не знаю реклама это или нет парни решайте сами пишите в комментариях все парни я вам все рассказал надеюсь он был полезен всем пока увидимся в следующих видосиках